Совет отцов – это движение, которое призвано победить стереотип о небольшой роли мужчины в воспитании детей. Сегодня отделение организации существует в 71 регионе. В нашем округе идейным вдохновителем создания совета выступил священник Дмитрий Березин. В 2015 году был создан такой федеральный совет отцов. Я, собственно, являюсь членом этого федерального совета отцов. И вот мы решили, что пора уже все-таки попробовать на территории Московской области, это пилотный проект, создать такой совет отцов, и дай бог, чтобы он здесь заработал. Во Дворце культуры собралось около ста человек, все активные папы муниципалитета. Представители родительских сообществ, школы, детских садов, депутаты, юристы, сотрудники правоохранительных органов. Цель у всех одна – сохранить традиционные семейные ценности и распространить идею ответственного отцовства. Наша задача – это менять вот эту ситуацию и создавать, не заставлять палкой гнать куда-то, а создавать условия, чтобы дети рвались куда-то, рвались на хорошие истории, которые, надеюсь, мы с вами сделаем. В ходе диалога участники собрания обсудили направление деятельности совета – безопасность во дворе и на дорогах, духовно-нравственное развитие и наставничество. Встреча была первой, поэтому особое внимание было уделено знакомству. Председатель совета депутатов Станислав Радченко – отец четверых детей. Для него, как и для любого присутствующего родителя, важно, чтобы проект действительно заработал. Мамочки – это самая движущая сила, которая под одной идеей объединенной может свернуть горы. И вот если это у них получается, я уверен, что у нас варианта нет. У нас точно должно в нашем бодром мужском коллективе все сложиться, и все наши идеи, они обязаны воплотиться в жизнь. Очень рад, что появилась такая инициатива создать советовцов. Действительно, очень важная, полезная, нужная инициатива. И надеюсь, что действительно она заработает и будет привносить пользу по-настоящему и нашему обществу, и, конечно же, нашим детям. Первая цель совета – создание локальных отделений при школах и детских садах, чтобы вовлечь как можно больше пап в активную деятельность. А вместе, как известно, можно и горы свернуть и доказать, что папа действительно может. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Датчик – это первая.